Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я попрошу ее представить Она очень рада быть с нами И она директор Это инициативы, которые направлены против того, чтобы против рабства когда люди попадают в сексуальную индустрию И около двух лет она уже работает в этой организации это международная организация World Ventures называется World Venture, we have been around since 1943 and we specifically are a Christian missions organization sending long-term missionaries globally То есть эта организация существует с 1943 с 1943 года это христианская организация и они посылают миссионеров буквально по всему земному шару We currently have over 500 missionaries serving in 63 different countries И 53 миссионера 500? Yes О, 500 миссионеров служат в 61 стране во всем мире То есть эти миссионеры они организовывают церкви они проводят образовательные программы и также вот в настоящее время они начали работать над этой проблемой которая касается именно сексуальной эксплуатации людей и незаконной сексуальной эксплуатации людей Да, сегодняшняя наша тема дорогие слушатели дорогие зрители наша тема будет о современном рабстве и как вы знаете вы очень часто может быть слышали в новостях что пропадают дети или пропадают подростки или пропадают люди куда они исчезают что с ними происходит и как бы на устах у людей есть разные вещи когда некоторые говорят а их может быть на органы продали ой, их украли может быть туда или сюда но мы сегодня будем давать определенную информацию о том что происходит в нашей стране что происходит в нашем штате что происходит в нашем мультном аккаунте одну вещь перед тем как мы начнем нашу тему я хочу предупредить дорогих слушателей что если кто-то из вас будет слышать информацию вы почувствуете что это тяжело вам слышать потому что наша тема непростая она немножечко тяжеловато будет то пожалуйста вы можете выключить радио вы можете выйти на улицу выпить воды позаботьтесь пожалуйста о себе также если сейчас детки присутствуют вот в помещении где ваше радио работает или ваш компьютер работает мы бы конечно с Адрианой хотели бы чтобы детки были в другой комнате но если есть у вас дети которые уже подростки то для подростков конечно можно послушать эту тему потому что это очень важно это касается и это будет также для их безопасности если они узнают эту информацию Адриана говорит что очень хорошо бы чтобы сначала она дала определение все-таки что же такое сексуальная эксплуатация и перед тем как начать уже говорить статистику и все остальное то есть сексуальная эксплуатация это когда кто-то заставляет человека делать сексуальные услуги под давлением через обман через насилие запугивание и это для выгоды того кто вот давит на человека И когда мы говорим о ребенке которого сексуально эксплуатируют то это касается детей которые ниже 18 лет и также эти дети этих детей запугивают и их заставляют делать то вот эти сексуальные услуги под давлением или через запугивание То есть коммерческая сексуальная эксплуатация это когда человек используется в порнографии или в стриптизных клабах и за это получается какое-то вознаграждение получает вознаграждение тот именно кто использует этого человека для сексуальной индустрии То есть это происходит везде по всему миру и это также есть в Соединенных Штатах Америки То есть по всему миру это 32 биллиона долларов индустрия То есть продажи людей или современное рабство имеет как бы два направления которые идут для сексуальной эксплуатации людей или рабочей эксплуатации человека как бы заставление работать И вот именно Извините Вот это современное рабство или вот продажа людей это является вторым занимает второе место по криминалу после продажи наркотиков И если говорить о детях то практически 1.2 миллиона 1.3 миллиона детей эксплуатируется в год вот в этой индустрии по продаже детей Это в мире Это в мире или в нашей стране? В мире И теперь мы будем говорить что же все-таки происходит в Соединенных Штатах И очень трудно сказать вообще детальную статистику потому что не все случаи они задокументированы и вот эта статистика о которой она сейчас будет говорить это только те цифры те кейсы которые были зарегистрированы То есть в Соединенных Штатах Америки где-то 100 тысяч до 300 тысяч детей именно детей то есть это те дети которые до 18 лет которые были сексуально подвергались эксплуатации или продолжают подвергаться То есть что касается детей вообще как бы трафикен это то что как бы кто-то кого-то перевозит куда-то но на чем она сейчас хочет сфокусироваться это именно эксплуатация детей сексуальная эксплуатация детей которая не всегда имеет вот этот фактор что ребенок куда-то перевозится или перемещается И в среднем детки которые вот завербованные вот в эту индустрию они в возрасте от 12 до 14 лет That's middle school age Это средняя школа детки As far as who is being trafficked in America 86% of those that are trafficked are domestic they are from the United States И что происходит в Соединенных Штатах практически 86% тех кто вот подвергался вот такому такой эксплуатации в основном это происходит в Соединенных Штатах It is between 14,500 and 17,500 refugee victims that are exploited into the United States annually То есть практически в год 14,500 до 17,500 беженцев and immigrants right? То есть это беженцы и иммигранты которые подвергаются вот этой эксплуатации Я просто уточнила вот эту цифру по поводу 14,500 и 17,500 То есть это практически те кто эксплуатируется или в сексуальной индустрии или вот по поводу трудовой индустрии где может быть на фармах где люди не имеют документов и просто они подвергаются вот такому рабскому труду Да, она специально остановилась и хочет выделить вот этот момент что очень часто наше население они заблуждаются они думают что в основном это вот иммигранты которых привезли или люди которых насильно перевозят с места на место и привозят откуда-то из-за рубежа сюда вот в Америку Но на самом деле 86% всех кейсов это то что происходит здесь внутри страны то есть да есть эти случаи когда люди привозятся и здесь оказываются в рабстве но мы будем фокусироваться сейчас на том что происходит внутри страны то есть это рядом с нашими домами и это все происходит здесь и вот было обследование исследование что происходит в нашем городе в течение нескольких лет это 2009 год по 2013 год и эти исследования были через вот Департмент Human Services ДХС нам известны и другой это Sexual Resources Center тоже и вот сейчас она как раз будет говорить о той статистике что касается вот в нашем мультном аккаунте yes and so what they found they had 469 unduplicated cases of individuals receiving services that had been sexually trafficked то есть где-то было 469 кейсов которые случаев и то есть людей которые были вот именно вовлечены вот в сексуальную индустрию эксплуатацию the average age in the city of Portland was 15.5 и в среднем это были детки 15 с половиной лет the majority of the victims were female so that was 98% female то есть практически 98% 98% это были девочки or forgive me 96% sorry 96% the youngest was 8 years old и самая молодая девочка была всего 8 лет now with these numbers it's only a sample population that doesn't speak to everything that's really happening out there и в реальности это только те случаи которые те кейсы где вот эти детки пострадавшие они получили помощь но в реальности это намного больше и в реальности мы не знаем всех вот именно пострадавших это официальная статистика да это официальная статистика а фактически обычно больше количества в разы да на самом деле это so the reality is much higher much larger these were individuals that actually called in to get services so they had to actually self-identify as someone that was a victim or maybe they called in and then someone alerted them that you know what's happening to you is this and they receive services то есть это кейсы которые в общем вот эти детки это те которые получили помощь и только так вот эта статистика она образовалась то есть в реальности на самом деле статистика намного больше the challenge with this issue is many individuals don't consider themselves victims и какая вообще существует вот как бы проблема или барьер то что очень часто вот те же подростки или очень молодые люди которые вовлечены в это они иногда даже как бы не определяют что они пострадавшие то есть я попросила ее чтобы мы поговорили кто же все-таки эти детки вот которые подвергаются вот именно вот этой сексуальной эксплуатации there are many things that make someone a victim and one of those items unfortunately it's the previous sexual abuse то есть самая основная такая черта то что ребенок он вначале перед тем как попасть в эту индустрию он был сексуально уже изнасилован то есть когда мы говорим об этом современном рабстве или сексуальной эксплуатации детей то надо смотреть не только вот именно на эту проблему что да вот допустим этот подросток вот там там его используют но смотреть вообще что произошло до этого и что происходило в семье то есть смотреть на целую картину so some areas are brokenness naivete that they're naive lack of self-confidence is a huge one neglect and abuse runaway and homelessness the statistic is a person or a child who runs away within 48 hours one in three will be recruited into the sex industry то есть вот такие вот как бы описания то что когда допустим brokenness то есть травмированный ребенок или очень наивный или когда очень низкая самооценка у ребенка или когда ребенок подвергался был заброшен или был абюст допустим физически избивался и те подростки которые убегают из дома которые живут на улице практически по статистике те подростки которые убежали на улицу через 48 часов они могут быть сексуально изнасилованы это вот такая печальная печальная статистика для этих детей то есть другие пострадавшие они могут быть те детки которые находятся в приемных домах с приемными родителями то есть они уже пережили определенные травмы и также могут подвергаться дальнейшей эксплуатации уже в фостер домах или те детки которые из семи беженцев которые мигрировали сюда вот в эту страну они также имеют какие-то прошлые истории различных травм и также могут подвергаться эксплуатации эксплуатации то есть одна еще из вещей это когда ребенок имеет какие-то дизабилити или умственные отсталости или физические какие-то дизабилити и таким образом кто-то другой может взять над ним вот такую как бы адвенточ называется по-английски и в общем подвергнуть ребенка эксплуатации или также здесь вот в Соединенных Штатах дети могут подростки на интернете могут видеть различные сексуальные фотографии или выходить на различные веб-сайты и могут также видеть различную одежду сексуального характера и это все открыто это все не скрывается и таким образом они могут просто вначале так как они подростки подражать этому но в итоге это может привести к печальным последствиям So thinking about the refugee and immigrant community I have a friend a colleague who she shared a story with me about a refugee immigrant family coming and she couldn't remember which culture but it was a culture where they were very polite even to strangers what happened was this family thankfully had a cultural mentor and she saw this man hanging around where they lived and she tried to engage him in conversation and he introduced himself to her as pastor Steve that was it from that point she said he kind of just stopped the conversation she didn't have a really good feeling about him later she told the family I know in your culture you were very polite but if there's anyone ever around that you do not feel comfortable with being that you were in a new culture in a new community I want to tell you you have the right to tell them that you do not want them around to help this family but this is a сотруд that she felt that something is not like that it is not a person and he could cause to harm to this family and she spoke with with members and said that if you feel yourself if your inner intuition says that this person may be опас for you to be try and keep distance to чтобы защитить себя и своих детей. Да, это точно так происходит. Когда украинцы говорят с ребенком, они должны быть осознаны. Уль, у тебя есть вопрос? Да, я хотела спросить микрофон, не трогать, хорошо? А второе, я хотела спросить, чем же история закончилась? So, what's the final... So, then what happened was that the pastor came to the parents' door and asked if he could take the girl from Minnesota to Wisconsin because there were great things to see in Wisconsin. And thankfully, the parents said, no, we do not want you to come around here any longer and told them no and to never come back. Thankfully, when the cultural mentor came back and the family expressed to her what they had said, she said, I'm so glad you did because there's nothing you should see, can see in Wisconsin. What he would have done is taking the girls from one state across the state lines into another state. And what does a grown man have to do with taking girls into another state? That would have definitely been trafficking. And what was the result for this story, which she told us? This pastor in one day came to them and said, that he wanted to take the girls in this family and go to another state. And the parents, who were already taught, they said, no, and the children will not go to you. And then the parents shared with the partner of Adriana about this case. And the partner said, yes, this young man, this young pastor, he doesn't have to do with girls and bring them to another state. There's no reason for this. And it's very similar to this modern slavery or human trafficking in English. So I think it's really important when individuals are coming from other countries, especially from such a traumatic, basically, escape or just coming over to feel that, okay, I need to get to safety. You're leaving probably all at once, everything you know, your culture behind. So when you're coming into a new culture to have a cultural mentor to understand what's here, how do you keep safe in this culture? Understanding the internet, online dating sites, even Pokemon, and how some explorers will probably try to use that to lure kids away. So having a cultural mentor to understand how to stay safe in this current culture. очень важно для беженцев или мигрантов, которые приехали сюда в эту страну, то есть не только знать свои традиции вашей культуры, но также изучать всё-таки, что safety, что безопасно здесь, в Америке, когда вы на интернете, когда вы с кем-то делитесь вашей информацией. Или вот эти вот покемоны, которые сейчас тоже очень много на устах, они у тинейджерсов, у подростков, когда подростки дают свою информацию, их школы и адрес, где они живут, и могут оказаться в опасной ситуации. Адриана, I would like to focus on who is those people who are actually buying kids. Can we talk about this stuff? You want to know some statistics? Two-thirds are married. Two-thirds have a family. So imagine these individuals that are buying kids have kids. They have a family. It's every occupation It's every age. It's every ethnicity. You know, you have from judges, lawyers, janitors, law enforcement, pastors, members. It's everyone. По статистике, практически две трети вот этих людей, которые вовлекают детей в сексуальную эксплуатацию, они вообще женаты. И другие две трети те, кто имеет семью и имеет детей. И это разные профессии, это разное образование, это могут быть и судьи, и адвокаты, это могут быть уборщики, то есть разные, разные профессии и разные категории. And when I say and given these statistics, I'm referring to men right now. И вот в основном вот эта статистика относится больше к тому, что все-таки это мужчины. Now, I want to say there are many men who don't actually purchase commercial sex from others. And for those men who are not, they have a responsibility to help other men to not also contribute to this industry. И в реальности многие мужчины, которые не покупают секс, и конечно, это тоже на их плечах, чтобы иметь ответственность для того, чтобы останавливать тех мужчин, которые вот именно покупают. Yes. And, you know, it's one of those things when a person does find out about what's going on in this issue, this, you know, thing of sex trafficking, and they want to get involved to help fight it. For women, it's an easier place for us to find how can we get engaged because we're typically working with other women or girls. But for men, if they find out, wow, this is happening, I didn't understand this, but I want to get involved, it's much more difficult for them to get involved because they are, as men, should not be necessarily engaging with young girls because for the young girls, that's who has victimized them are those men. So, there are some more organizations that are coming up to try to help get men involved in helping to drive down or end the demand. So, all of the what she said, what she said, Adriana, it's about that very often those men, who want to help in this area, to be for the women, girls, women, women, they have определенные barriers в этом плане, потому что те девушки, они... Не доверяют. Да, они не доверяют, потому что они были эксплуатированы мужчинами, и поэтому мужчинам очень трудно как бы помогать тем, которые добрые мужчины, или которые хотят вот именно останавливать вот это рабство сексуальное. Вот. Поэтому есть определённые организации, определённые направления, где много женщин оказывает помощь вот этим пострадавшим. А у нас должна быть коротенькая реклама, и мы вернёмся к этому вопросу. Я также приглашаю радиослушателей, если у вас есть какие-то замечания, вопросы, истории, возможно, звоните или пишите на наш студийный номер 971-319-1130. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, мы продолжаем нашу программу, и в студии снова по-прежнему Ольга Щербакова. У нас Татьяна Бондарчук у микрофона, и также гостья Адриана. Я хотела бы вас пригласить участвовать в нашем эфире. Наш студийный номер 971-319-1130. Вы можете звонить или писать. И вот у нас звоночек уже есть, давайте его примем. Добрый день. Мы слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. У меня небольшой комментарий и вопрос специалисту по сексуальным насилию. Я так правильно понял, что основной контингент этих подростков это малообеспеченные, малообразованные и семьи иммигрантов. Правильно? Это все категории населения. Просто вот которые малоимущие или иммигранты, дети из иммигрантских семей, они больше уязвимы В зоне риска как бы. Да, они в зоне риска. Больше уязвимы по этой проблеме. Окей, у меня такой вопрос. Сейчас в связи с принятием Обамы закона о однополых браках услышать бы хотелось ее мнение. Не станет их больше, если две мамы, две папы и у ребенка какая психика выдержит? И ваш вопрос в том, что ребенок из таких семей тоже больше находится под риском. Подвержен, да, подвержен будет. So the question is about one poll, you know, same poll, same marriage. You know, when, you know, women married women and children in those families, are they in more risk to, you know, be sexually exploited? You know, I'm glad that's a great question because it was leading us into talking about pimps. Yes. Right? I think anyone's really at risk. And I'll share my story. It was two years ago. And for the audience, I'm in my 40s. So I'm not a teenager. I do not look like a teenager. And it was in a coffee shop on MLK in Northeast Portland. A man came up to me nicely dressed. He said, you have a wonderful smile. You know, I have a movie studio. You would be great. You should give me a call. I was like, oh, okay. So he gives me his card. And literally, his card was the image of a dollar bill. I thought, okay, this is really shady. This no true businessman would have image of a dollar bill on their business card. And Adriana now tells her story, that she personally happened two years ago. So in the moment, she was 40 years old. And she was in coffee, like Starbucks, right? Like Starbucks, like coffee shop on Martin Luther King Boulevard. And in that moment to her one man who was very well dressed. And he said, that he has a studio for filming films. And he said, that he called me. And he even gave him the car, so to go there. And in that car there was a sign that dollar bill. I said a little wrong. and he gave him his business card. And on this card there was a sign of money. And she decided, that she was still going to check, what is this for a website. And I go to the website and it is a MySpace page. My question is, one, who uses MySpace even two years ago? No one does. But it was a MySpace page that had horrible images. And when she went to the website, and there was a MySpace that was called on the internet. And when she saw the various photographs, which were there, then, yes, it were photographs of sexual character. I, at the time, was not educated on the issue of sex trafficking. So I thought, okay, definitely this is a shady person. I threw the card away. And in that time, two years ago, she still didn't know all this information that she did now about sexual exploitation. And she just took it and threw the card away. Six months later, I was at a luncheon through Rotary and U.S. attorney Amanda Marshall was giving a presentation on the profile of pimps. And six months ago, she was on one presentation, when attorney of the United States he gave a presentation about sexual rape. She proceeded to use images on her PowerPoint and put the image of the dollar bill that took me six months prior to remembering. Wait, I remember that image. And then she said they recruit on MySpace. And when she did these slides and told her information, then on the slides there was this photograph of one dollar. And this lawyer told her that kind of through MySpace, through the Internet, these pimps they call them in English and they find and they're serving women for sexual exploitation or anything. So I'm happy I had this experience because what that shows me is that there are those that are more vulnerable but honestly I think anyone is vulnerable. If you have a person that sees you as money because that's what they see it's all about the money they will try to find whether it's lack of self-confidence whether they know that you come from a single parent household and you don't have a father figure you want love you're someone who maybe is from another culture and they're going to try to exploit that even if you are from a two-parent household from a well-to-do family they will try to find whatever that is to exploit that person. То есть их не цель они не видят себя как человека они не видят себя как личность и то есть это могут подвергнуться разные и иммигранты и немигранты и бедные и богатые они просто видят деньги и как они могут сделать деньги на этом человеке и это да они смотрят какие же все-таки слабые места есть может быть это дети из семьи с одним родителем или это дети у которых не было отца в жизни то есть есть какие-то ну какие-то вот прошлые травмы или еще но в реальности вот на самом личном опыте Адриана увидела что в принципе любой человек может оказаться таким таргетом для них когда они хотят сделать деньги и одна из стратегий которые сейчас вот пимс используют это как бы бойфренд то есть мальчики знакомятся с девочками и они такие говорят готовы я люблю тебя я хочу тебя защищать я хочу тебя оберегать я хочу заботиться о тебе и таким образом постепенно они строят такие доверительные отношения с девочкой и конечно девочка которая или из приемной семьи с приемными родителями или из семьи с одним родителем может быть даже из семьи где оба родители но какие-то травмы были в прошлом и вдруг в этот момент девочка слышит от своего этого мальчика который казалось бы что он влюбился в нее что он любит ее и конечно она начинает потихонечку доверять ему открываться и влюбляться в него девочки начинают доверять этому мальчику начинают доверять и влюбляться в него и этот парень может обещать что он купит то или другое и третье и вдруг в какой-то момент когда он чувствует что все он ее уже подготовил он говорит о в этот месяц у меня нету денег и в принципе если в общем тебе нужны эти вещи то ты можешь вот можешь ли ты иметь секс вот с этим человеком или ты можешь ли для меня сделать то или другое и так как она уже влюблена в него и доверяет ему и девочка начинает делать здесь разные это просто один из вариантов как это происходит но на самом деле есть разные варианты как вообще это происходит и есть такие знаете как у нас по-русски люди с психическими отклонениями которые просто манипулируют девочками есть такие как горилла обезьяны которые просто используют насилие давление контроль над девочками they know how to control these girls emotionally mentally and through fear tactics of even saying if you don't do what I tell you I will go get your sister or I will harm your family and they follow it up by showing the girl pictures of them actually taking pictures of their family of the sister or whoever they're threatening to show them look we know where your family is at so I'm just really highlighting some examples but please know that there are multitude in many ways that someone can try to recruit groom and exploit a person one thing I just want to mention that about the article that people can go that's and again Olyga I thank you Slavik Family TV and also redaction jurnal Afisha I want to say to all our dear listeners that in this of 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 jr and of and and of you have to Этот журнал в студии, прочитать эту статью, узнать больше информации, позаботиться о ваших детях, о ваших близких, или даже если вдруг вы увидите кого-то, кто, может быть, вы думаете, что подвергается вот такой эксплуатации, не проходите мимо, потому что им нужна наша помощь, пожалуйста, обращайтесь вот к этой статье. И также мой телефон, мой рабочий телефон Crime Victims Advocacy Program 971-888-7833. Вы также можете звонить мне, и я еще раз повторю, 971-887-833. Звоните, спрашивайте, даже если вы думаете, что, да, у вас нету этой такой серьезной ситуации, но, может быть, кто-то соседи, может быть, кто-то, какой-то подросток вы знаете, или какая-то девочка вы знаете, просто можете позвонить, чтобы узнать информацию, проконсультироваться. Я всегда рада буду ответить на все ваши вопросы. И у нас немножко времени, да, Ольга, осталось? Совершенно верно. So, we have about, like, 6 минут, 6 минут, да, Ольга? Would you like to give some message to someone who may listen to us right now, but may feel that this person, you know, in this spot, I can say, experiencing all this, what we were talking about? Yes, I would like to say, there are people out there that want to help you. I think that it's really important that people understand the signs, and it's not just individuals on the outside looking in. Sometimes it's that individual recognizing, wow, what's happening to me is not right, it's not normal. So, I will go down a list of some signs, but I'll let you translate. И сейчас мы как раз поговорим о том, что все-таки, как определить, что вот этот человек, возможно, или этот тинейджер, или подросток, возможно, что он переживает вот именно такое насилие, как human trafficking или эксплуатацию. И сейчас мы поговорим об этих сигналах. So, some signs, you know, an older boyfriend, new tattoos, gifts, whether it's getting nails done, hair, clothes, items that the person didn't necessarily have before. Какие же все-таки вещи нужно наблюдать? То есть, boyfriend, или вот тот, кто ухажер, мы называем по-русски, он вообще значительно старше по возрасту. Кроме того, значит, делается педикюры, маникюры, какая-то новая одежда. What else? Yeah. So then, the tattoo. А, и вот также татуировки, потому что очень часто вот на тех детках, которых эксплуатировали, или вот молодых людей, которых сексуально эксплуатировали, на их теле могут быть татуировки с инициалами именно того, как бы, кому они принадлежат, то есть кто получает за них деньги. То есть это тоже один из сигналов того, что ребёнок может быть вот именно в human trafficking, в эксплуатации. Клеймо? Да, ставится клеймо. Ребёнок может пропускать школу, может быть такое поведение сексуального характера. То есть он может не контролировать свой телефон, кому звонить или куда идти. Он постоянно находится под контролем вот этого своего бойфренда. И могут переживать страх, могут переживать различные другие вот такие эмоции, когда боятся как бы шагнуть. И сейчас мы обращаемся к тем, кто вот имеет такого, может быть бы, френда, но вы находитесь в такой ситуации, что кто-то вас спросит. Если сделать что-то, что вы внутри себя против этого, и вас заставляет это делать, и на вас давит это делать, то просто знайте, что этот человек, он не надёжный человек. Не желает вам добра. И не желает вам добра, и он просто неправильный человек с вами. И это не любовь. И конечно, мы не в той ситуации, когда мы не в той ситуации, когда мы не в той ситуации. В той ситуации, в которой вот ты сейчас находишься, вот девушка или парень, вы находитесь в такой ситуации, когда кто-то на вас давит и заставляет что-то делать то, что вы не хотите делать. И только вы можете себе помочь. И здесь есть ресурсы, есть телефоны, которые, куда можно обратиться, и есть люди, которые могут помочь. И телефон горячей линии, это по стране. И также я снова хочу дать телефон моей программы здесь, в Портленде. То есть вам можно обратиться на русском языке. Да, на русском языке, совершенно верно. 971-888-7833. Так, в общем-то, и на английском. И на английском тоже, да. 971-888-7833. Crime Wixens Advocacy Program через лютеранскую организацию. У нас есть вопрос. Насколько конфиденциально такое обращение в подобную программу? Видимо, люди переживают о том, что если они обратятся либо к вам, Татьяна, либо в общую программу, то информация не будет разглашена. Вся информация, которая поступает в нашу программу, она конфиденциальна. Есть определенные исключения. То есть если они взрослые, 18, то есть 18 и выше, информация конфиденциальная, и это только их решение по моей программе, это их решение будет обращаться в полицию или нет. А которые, если дети, то есть здесь, как американцы говорят, no tolerance. То есть если ребенок подвергается насилию, здесь обязательно должно быть вмешательство и обязательно защита и заступничество для ребенка. То есть в любом случае, полиция, ну, понятное дело. So the question is, if it is related to child, what about confidentiality? There is an organization, SARC, Sexual Assault Resource Center, they are not mandatory reporters. I think that's one of the biggest questions, like, do I have to mandatorily report if you tell me the story to our state government? If they call SARC, they get the services and help they need. But SARC can keep their story confidential within the organization. They don't have to share. То есть организация SARC, которая по Child Sexual Exploitation, они не mandatory reporters, то есть они не заявляют в DHS или в Child Welfare, что вот такая-то семья с ребенком обратились в их организацию, и они хранят эти истории внутри организации, но одновременно они предоставляют различные услуги для детей, чтобы помочь им. На этом мы вынуждены завершать нашу программу. Спасибо, дорогие слушатели, что вы были с нами. Thank you, Adriana, to be with us. Thank you for all information that you provide for us. И снова мой телефон 971-887-833. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, консультируйтесь. Я всегда буду рада вам помочь. Читайте журнал «Афиша». Уже много статей было опубликовано. Ольга, благодарность студии Slavic Family, благодарность Андрею, Тимуру и всей редакции вашей студии за такую возможность информировать наше население и обучать их в этих вопросах. Спасибо. Итак, друзья, оставайтесь с нами. Впереди у нас программа «Ретро-час». И также, если у вас есть вопросы, вы можете еще продолжать писать или звонить на наш номер телефона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова